Как приблизить Новый год и Рождество, хорошо знают специалисты Брестского областного центра молодежного творчества. Традиционно в последние осенние дни здесь проходит необычное в своем роде мероприятие. Своеобразный слет лучших Дедов Морозов и Снегурочек. Каждая пара готовит свою конкурсную программу, которая всегда соответствует определенным критериям. Суть его заключается в том, чтобы показать наиболее интересные игровые программы с детьми в условиях зрительного зала. Победители будут определяться по двум номинациям – лучший Дед Мороз и Снегурочка года и лучшая игровая программа. По давно сложившейся традиции конкурс «Елка-фэ» собирает в своих стенах те, кто любит дарить радость и слышать в ответ звонкий детский смех. Многие конкурсанты, как и пара, представляющие Брестский район, уже имеют за плечами немалый опыт проведения подобных мероприятий. И каждый раз от этих выступлений они получают особое удовольствие. Дети всегда радуются. Программа проходит хорошо. Только приятные ощущения. Мы будем бороться за здоровый образ жизни. Да. Больше позитива, движения, энергии. Чтобы дети забыли про свои телефоны и планшеты. Хотя бы на нашем выступлении. «Елка-фэ» собрал в этот раз огромное количество гостей. В своем большинстве, конечно же, малышей, которые, как никто другой, ждут новогодних и рождественских праздников. «Время чудес» вносит в торжество порой самые неожиданные нотки. Но я не мечтаю, если я не пущу. Снежинки я восстаю, в дом не пущу. Побылась, кричи, и вальси кружась. Пусть я вот снежинки на плечи. И скрязь. В рамках состязания Дедов Морозов и Снегурочек прошел показ уникальной в своем роде коллекции от учащихся Кобринского государственного профессионального лицея легкой промышленности. Начинающие модельеры продемонстрировали свое видение новогодней моды. «Елка-фест» в Бресте – этап областной. Главный приз – поездка в столицу, где выберут лучшую пару новогодних сказочников страны. Жюри долго совещалось, выбирая финалистов. В итоге Брестский регион на республиканском этапе представят пары из Пинска, Барановичей и Кобрина. Продолжение следует...